17 июля 2014 года в 16.20 по местному времени малазийский Боинг поразила военная ракета серии 9М38, выпущенная из ракетно-зенитного комплекса БУК. ЗРК находился на территории под контролем пророссийским сепаратистам, пришли к выводу эксперты международной следственной группы под руководством Нидерландов. Однако командующий сепаратистами в ДНР министр обороны непризнанной Республики Игорь Стрелков-Гиркин в 2014 году говорил, что не обладает никакой информацией о виновниках катастрофы. Следователи из международной группы уверены, что БУК попал на украинскую территорию из России. Крушение MH17 стало крупнейшей авиакатастрофой последних лет в Европе. При этом ответственность за гибель 298 человек на борту авиалайнера Malaysia Airlines до сих пор не взял никто. В 2022 году, уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Стрелков-Гиркин вместе с командиром разведподразделения ГРУ ДНР Леонидом Харченко и отставным офицером Министерства обороны РФ Сергеем Дубинским были признаны виновными в крушении Боинга-777 и приговорены к пожизненному заключению окружным судом Гааги и выплате 16 миллионов евро компенсации родственникам погибших. Никто из обвиняемых на судебное заседание не явился. Юристы рассказывают, что процесс был особенно значимым для признания фактов российского вторжения ещё в 2014 году, о которых Украина говорила с самого его начала. «Они также признали то, о чём украинцы говорили с 2014 года. А именно, что Россия находится на востоке Украины и ведёт там войну, но в течение многих лет их игнорировали. А Запад говорил, о, это неправда, это несерьёзно. И, конечно, потребовалось время до 2022 года, когда было фактическое вторжение, чтобы мир признал это. Поэтому эти случаи также напоминают о том, что ещё в 2014 году украинцы были правы». После вынесения приговора российский МИД назвал процесс по делу MH17 политически мотивированным. Содействовать в исполнении решения суда Россия отказалась. Однако в январе 2024 года Стрелков Гиркин был приговорён к четырём годам лишения свободы уже в России по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности. За несколько месяцев до этого он заявил о намерении участвовать в выборах президента России. Судебные процессы по делу о крушении всё ещё продолжаются в ЕСПЧ и Международной организации гражданской авиации, теперь уже в отношении России. Рассмотрение таких дел имеет принципиальное значение, даже если виновным пока удаётся избежать ответственности, поясняют эксперты. «Я думаю, многие считают, что успех судебного процесса заключается только в том, посадят ли виновных в тюрьму или заставят ли государство выплатить компенсацию. Но это дело также показывает, как важно признать жертвы, рассказать им на основе правовых механизмов о том, какова правда, каковы доказательства, какова их обоснованность, надёжность и так далее». Оно также является признанием того, что украинцы борются с дезинформацией, вносят свой вклад в историю, составление исторических записей, ведь этот конфликт между Россией и Украиной всё ещё продолжается. Решения по делу Боинга-777 в отношении России в ЕСПЧ и Международной организации гражданской авиации могут быть вынесены уже в 2025 году. Многие семьи погибших в авиакатастрофе и сегодня участвуют в судебных заседаниях, ожидая правосудия в отношении виновных в смерти своих близких. Субтитры создавал DimaTorzok